Игорь, привет! Павел, привет! Ну что, как настроение? Готово к докладу? Готово. Отличное настроение. Слушай, Паш, давай начнем с простой штуки. Вот я, и, наверное, не только я, все остальные почитали описание доклада, почитали описание того, чем ты занимался. И смотри, у тебя там много всяких разных, вот я сейчас смотрю, слов там и Back, и Front, Desktop, все дела, .NET, Apache Ignite, короче, куча каких-то слов, но в конце встречается аббревиатура PMC, и там есть слова Project Management. Ты в итоге Project Manager или разработчик, или кто? Я разработчик. Значит, PMC — это Project Manager Committee. То есть, как работает Apache, да, знаем все Apache Software Foundation. Начиналась там Apache Web Server, там у них есть Apache Kafka, ну, множество продуктов известных. И PMC — это комитет, он создается из тех, кто заслужил. То есть, меритократия присутствует. Те, кто основал проект там изначально, а дальше туда попадают те, кто, ну, внес наибольший вклад. Это может быть как код, так и документация, работа с комьюнити и так далее. То есть, вот так это работает. Ну, Project Management немножко, получается, занимаюсь через мейлинг листы, все обсуждаем там и что-то решаем. Ну, в общем, судя по всему, судя за свою карьеру, ты действительно много чего заслужил. И, наверное, тогда, раз ты такой заслуженный разработчик, как раз от тебя мы и будем слушать про то, как же это все устроено внутри, зачем нам это надо. Давай тогда побежали к докладу. Побежали. Так, экран мы видно? Да. Да. Все. Значит, всем привет еще раз. Меня зовут Павел. Я работаю в компании GridGain, где мы разрабатываем Apache Ignite — распределенную базу данных. За примерно шесть лет работы над этим продуктом мне довелось поучаствовать во внедрении распределенных систем и баз данных в крупных компаниях и написать несколько proof of concept для наших клиентов. Сегодня я поделюсь этим опытом. Поговорим об организации данных в распределенных системах, о перформансе и оверхеде. Сравним традиционный подход, разделяющий данные и логику, с альтернативным, комбинированным подходом. Увидим, что сетевые издержки играют заметную роль в общей производительности системы. Наша задача — взглянуть на потоки данных и постараться их оптимизировать. Впереди ждут бенчмарки, живые демки и примеры решения задач. В распределенном мире в некотором роде господствует Java. Такие продукты, как Hadoop, Cassandra, Kafka, Elasticsearch и другие написаны на GVM-based языках. Системы, построенные на базе этих продуктов, тоже зачастую используют Java или другие GVM-based языки. .NET остался как бы немного в стороне, скорее всего, потому что изначально был только под Windows. Но сейчас он прекрасно подходит для любых задач. И сегодня мы это увидим. Поехали. Взглянем на традиционный, обычный подход к построению системы. Есть кластер серверов приложений, кластер базы данных, кластер кэша, допустим, Redis, кластер Elasticsearch для поиска. Такую архитектуру используют все, от маленьких стартапов до больших компаний. Предположим, что в этой системе от пользователя пришел запрос на поиск по товарам в нашем магазине. Мы скармливаем запрос полнотекстовому движку и получаем от него какие-то ID-шники товаров. Пытаемся достать карточки товаров из кэша. Если их там не оказалось, запрашиваем базу данных, строим карточки, кладем их в кэш для будущих запросов и возвращаем результат клиенту. Итого четыре подзапроса ко внутренним сервисам, каждый из которых нагружает сеть для передачи данных и процессор для стерилизации и десерилизации результатов. Даже если наша система построена грамотно, мы добились горизонтальной масштабируемости и без проблем справляемся с любыми нагрузками, мы тратим ресурсы на издержки оверхед, свойственные такому подходу, что ведет к повышенным операционным расходам. Либо растут счета от клауд-провайдера, либо цена нашей собственной инфраструктуры. Вы можете сказать, да брось, современные сети очень быстрые, этот оверхед минимален. Есть такая популярная табличка, значение latency, которое должен знать каждый разработчик. Здесь два пункта про сеть. Первое значение для передачи двух килобайт по сети действительно кажется очень низким. Но если сравним эти 44 нс с временем обращения к оперативной памяти в 100 нс, станет понятно, что вот это значение не включает в себя запись на передающей стороне, точнее, чтение из памяти на передающей стороне и запись памяти на принимающей. Что нас на самом деле интересует, это вот это сравнение. Обмен пакетами внутри одного дата-центра по сравнению с чтением мегабайта из оперативной памяти. Разница здесь более чем в 100 раз. Конечно, это сферические значения в вакууме, но некоторые предположения уже можно делать. В реальности проблема не только в скорости передачи данных, но и в оверхеде на закрытии, открытии и поддержании сетевых соединений, на что тратится процессор, память и ресурсы операционной системы. Вот, например, слайд из старой презентации Фейсбука про memcached. На тот момент у них была самая большая инсталляция memcached в мире. Они кэшировали практически весь дейтасет, и проблемой для них стало именно количество коннекций и ресурсов для их поддержания. Здесь сказано про переход на UDP как способ снизить сетевые издержки, но, разумеется, такое специфическое решение подойдет далеко не всем. Да и объем пересылаемых данных не снижается. Экономия только на ресурсах операционной системы. Возьмем Redis как один из наиболее популярных продуктов для кэширования. Хотя на его месте может быть любая другая key-value база данных. Как правило, Redis запущен где-то в своем собственном кластере, к которому подключается наше приложение клиент, задеплоено где-то отдельно. И здесь возникает вопрос, а действительно ли необходимо разделять код и данные, держать все на разных узлах? Что если мы... Можем ли мы совместить бизнес-логику, кэш, базу данных на одной машине? А что если все это будет в одном процессе? Тогда затраты на чтение из кэша или базы данных можно значительно сократить. Вместо сетевого вызова, как здесь с Redis, они сводятся к простому вызову методу и копированию какого-то кусочка памяти. И при этом мы сохраняем горизонтальную масштабируемость. В кластере может быть любое количество таких универсальных узлов, совмещающих всю функциональность внутри себя. Один из продуктов, позволяющих реализовать такой совмещенный подход, это Apache Ignite. Для затравки посмотрим на результаты простейшего бенчмарка. Извлечение строчки по ключу. Здесь все замерено в рамках одной машины. Redis запущен локально в докере, а Ignite запущен в embedded режиме, прямо в процессе нашего приложения. Идем снизу вверх. У GetRedis это сетевой запрос плюс десериализация. GetIgnite читает данные из памяти текущего процесса, плюс десериализация. Это уже в 30 раз быстрее. И GetIgnite силархип берет готовые данные прямо из докнетовской кучи. То есть у нас нет расходов ни на сеть, ни на десериализацию. В сумме это дает более чем тысячекратный прирост. Выглядит неплохо, согласитесь. И это не просто замена Redis на какой-то примитивный in-memory кэш. Мы сохраняем все свойства распределенного кэша с шардированием, резервированием, отказоустойчивостью и так далее. Просто переносим данные как можно ближе к коду, в которой эти данные используют. Код такого бенчмарка очень прост и умещается на экране. Здесь у нас есть Ignite стартует в процессе. Создаем пару таблиц. Одна с настройками по умолчанию, вторая с дополнительным слоем CWAR кэша. И подключаемся к Redis локально. Сохраняем одни и те же данные. Чтение тоже выглядит максимально похоже. GetIgnite или StreamGet в Redis. Как видно, никаких ухищрений или кастомных настроек здесь нет. Все по умолчанию. Сделаем отступление. В этом докладе я использую Apache Ignite для демок и бенчмарков. Ignite, конечно, не единственный продукт, который позволяет применить такой подход. Но, кажется, один из наиболее удобных. Возможно, не все знакомы с Ignite. Пишите в комментариях, задавайте потом вопросы. Но проведу здесь в любом случае краткий ликбез. Итак, Ignite – это распределенная база данных, транзакционная, шардирует данные автоматически, может их хранить как в памяти, так и на диске, что настраивается для таблиц индивидуально. Есть транзакции, SQL, MapReduce, стриминг и многие другие фичи. Важной особенностью является возможность работать в Embedded режиме, то есть запускать серверный узел внутри процесса вашего приложения и взаимодействовать с API напрямую, без сокетов и сети. Эта возможность существует для приложений на .NET, Java и C++. Вторая важная особенность – это многоуровневый настраиваемый подход к хранению данных. Мы можем легко выбирать хранитель данной в памяти, на диске, в сериализованном или десерилизованном виде. Этот подход позволяет сбалансировать отказоустойчивость, производительность и расход ресурсов для каждой таблицы в отдельности, в зависимости от сценария. Например, таблицы со временными данными не нужно записывать на диск, а редко используемые архивные данные не нужно держать в памяти. Подробнее простроенный режим, или Embedded. Он похож на SQLite. Отдельного сервера нет, только ваше приложение. Данные находятся в памяти процесса, так называемый Page Memory, или на диске, в зависимости от настроек. Чтобы запустить узел, просто вызываем API Ignition Start из нашего кода. Как правило, это делается на старте приложения. Допускается несколько узлов в одном процессе, что, например, удобно для интеграционных тестов. Запустим наше приложение на нескольких машинах и получим кластер, распределенную систему со встроенной базой данных. Узлы найдут друг друга автоматически. Это может быть и мультикаст, и заранее известный список адресов, или поиск подов в кубернетис по тегу. Поддерживаются разные сценарии, в том числе клауд-провайдеры. Отмечу, что встроенный режим не является единственным вариантом работы с Ignite. Есть тонкие клиенты на различных языках. ODPC-драйвер, REST API. Но в этом докладе мы поговорим именно о встроенном режиме, так как он дает наибольшую гибкость в работе с данным. В первой демке посмотрим, как настроить распределенный кэш и получить доступ к данным на разных узлах. Чтобы запустить узел внутри нашего процесса, нам требуется единственный пакетж-референс Apache Ignite и строчка Ignition Start. Здесь у меня небольшой кастомный конфиг, который отключает стандартный логинг, чтобы он не мешал нам смотреть на вывод демок. Для начала посмотрим, как узлы автоматически обмениваются данными. Для этого у меня есть два отдельных проекта – кэш-ридер и кэш-райтер. Они никак друг с другом не связаны. Ссылок друг на друга у них нет. То есть мы поймем, что обмен именно происходит по сети. Итак, создадим кэш на стороне записи, на стороне кэш-райтер. Создадим простейшую конфигурацию – это имя и режим Replicated. О режимах поговорим буквально очень скоро. И создадим сам кэш теперь. Создадим какую-то простую модель – Person. И запишем ее в кэш при помощи метода put-of-Epson. Интерфейс кэша в чем-то похож на известный всем дикшенарь. То есть тоже у нее есть тип ключа, тип значения. И многие методы даже выглядят похожи. Например, target value и так далее. Записали значение. И подождем нажатия на клавишу, чтобы процесс оставался в работе. То есть узел оставался онлайн. Теперь на стороне чтения сделаем примерно то же самое. Только возьмем уже готовый кэш, нам создавать его не нужно. И прочитаем оттуда значение. Выведем его на экран. Модельку придется завести и здесь, так как, напомню, что проекты никак друг с другом не связаны. Поэтому у нас и там и там моделька есть. Так как имя класса одинаковое, и одинаковые поля, они друг на друга автоматически смапятся. Итак, мы читаем значение с кэша, и можно запускать. Запускаю райтер. Дожидаюсь. Опс. Извиняюсь, я не в том окне запустил. Итак, запускаю кэш райтер. Дожидаюсь выхода узла онлайн. И запускаю кэш ридер. Теперь мы должны увидеть значение. Да, вот оно. Теперь я хочу еще показать, что значение сохранится в кластере, даже если я выведу из кластера изначальный узел кэш райтер. Сейчас я просто прибью этот процесс. И запущу кэш ридер заново. То есть у нас изначальный узел ушел, а вошел новый узел, кэш ридер. И он тоже получает доступ к этим же самым данным. То есть за счет того самого режима replicate, который мы здесь вызвали, данные не теряются при изменениях топологии. Еще одна вещь, которую я хочу здесь продемонстрировать, это тот самый режим платформ-кэш, который мы видели в бенчмарках, который дает дополнительное ускорение. Останавливаю все узлы и к инфигурации добавлю платформ-кэш. А на стороне читающей мы хотим увидеть, что диссерализация выполняется заранее, до того, как мы еще запросили это значение. То есть это дает нам дополнительный перформанс. Как это сделать? Для этого заменим рекорд на класс и реализуем интерфейс BinaryZen, который является как бы хуком в процессе сериализации. Интерфейс представляет из себя два метода. Это readBinary и writeBinary. Ну, write нас здесь не интересует, потому что мы ничего не пишем на стороне кэшридера. А в readBinary мы, собственно, прочитаем значение и выведем в консоль какую-то строку, чтобы понять, когда именно произошла диссерилизация. Теперь я добавлю здесь еще один readKey, еще до того, как мы читаем значение из кэша, чтобы понять, что как только узел вошел в кластер, он уже получил значение через сеть, и это значение уже диссерилизовано и готово к использованию. И дополнительно проверим еще одну гипотезу, что повторные чтения из кэша возвращают нам тот же самый инстанс, то есть затраты на диссерилизацию отсутствуют. Она происходит один раз при создании, собственно, значения. Итак, запускаем снова writer и запускаем reader. Напомню, что сейчас мы окажемся вот на этой строке. Итак, мы стоим вот здесь и уже видим, что значение диссерилизовано, то есть метод readBinary уже вызван. И при последующих обращениях кэшу через метод get мы получаем один и тот же инстанс. Мы не тратим время ни на сетевой вызов, ни на диссерилизацию. Как видно, один и тот же инстанс. Reference SQL нам подтверждает это. То есть сравним это с редисом, который на каждый кэш-гет будет вам делать сетевой вызов и диссерилизовать значение. То есть если у нас один раз всего в кэш значение записано, а тысячу раз прочитано, то здесь мы никаких лишних расходов не несем, а в случае с редисом будем иметь тысячу сетевых вызовов. Отсюда и разница в бенчмарках. Итак, сделаем выводы по кэшированию. InProcessCash снижает затраты на ввод и вывод. Дополнительный слой кэша в дотанковской куче снижает затраты на сериализацию, но только тогда, когда мы читаем чаще, чем пишем. Потому что у нас вот эта ранняя диссерилизация, если мы будем писать чаще, чем читать, то она наоборот принесет дополнительные расходы. То есть здесь необходимо включить этот режим только для каких-то юзкейзов, где он подойдет. И в Replicated режиме нам не страшна потеря любых узлов, так как каждый узел содержит полную копию данных. В демке мы рассмотрели работу кэша в Replicated режиме, когда каждый узел содержит полную копию всего набора данных. И если у нас достаточно памяти, чтобы разместить все данные на одной машине, это прекрасный режим Replicated нам подходит. Например, на сегодняшний день Amazon, то есть AWS, предлагает нам инстансы на 24 терабайта оперативной памяти. Так что во многих случаях данные действительно влезут на одну машину. При этом мы получим наилучший перформанс на чтение и максимальное резервирование, ведь данные будут доступны при отказах, пока хотя бы один узел онлайн. Однако, в силу различных причин, такое возможно далеко не всегда, и нам приходится разделять данные по узлам. Каждый узел хранит только свою часть. Это называется Partitioned режим. Другое название Sharding. Хотя некоторые считают, что Partitioning и Sharding – это немного разные вещи, то есть такой спор о терминологии есть, но суть в любом случае одинаковая. Данные просто разделяются по узлам. Каждый хранит свою часть. Таким образом, мы можем хранить в памяти больше данных, чем способен вместить один сервер. То есть, к примеру, что емкость сервера – это 2, а у нас 2 сервера, общая емкость 4. А добавляя узлы в кластер, мы можем масштабировать общий размер хранилища. То есть, имея 4 узла, мы расширим емкость до 8. Но как именно разделить данные между узлами? Простейший подход – остаток отделения. Берем хэшкод от ключа и делим на количество узлов, берем остаток. Например, остаток отделения числа 5 на 3 равняется 2. Соответственно, ключ 5 будет на узле 2 и так далее. Получим при этом идеально равномерное распределение по узлам. Однако у такого алгоритма есть существенный недостаток. При изменении топологии, то есть при добавлении или удалении узла, распределение сильно изменится. Смотрите, добавился новый узел 3. Сверху старое распределение, снизу новое. Красным и зеленым цветом обозначен диф. Те ключи, которые переехали. То есть красные уехали с этого узла, а зеленые сюда приехали. Как видно, помимо того, что 4 ключа приехали на новый узел 3, некоторые из них также переехали между старыми узлами. Например, узлы 0 и 1 просто обменялись ключами 9 и 4. Такой обмен совершенно бесполезен и представляет собой паразитный трафик. Нам бы хотелось избегать такой ситуации. Все, что должно произойти при добавлении узла, это переезд на него нескольких ключей из существующих узлов, чтобы сохранить наше равномерное распределение. Остальные ключи остаются на своих местах. Есть несколько алгоритмов, решающих эту проблему. Эти алгоритмы – целая тема для отдельного доклада. И в конце презентации будут ссылки на подробные материалы. Один из таких алгоритмов используется в Ignite. Это рандеву хеширования. К примеру, у нас есть 4 ключа и 3 узла. Для каждого ключа мы определяем порядок узлов, взяв комбинацию хеш-кодов от узла и ключа. Примерно так может выглядеть логика на C-шар. То есть мы сортируем узлы, скомбинировав хеш-коды и по этому значению выстраиваем порядок. За счет смешения хеш-кодов для каждого ключа будет разный порядок узлов. Первый узел в списке для данного ключа и будет так называемым primary или основным. Получается, что в данном случае два ключа K0 и K3 принадлежат узлу 2 и по одному ключу узлом 0 и 1. Справа мы видим, что происходит при добавлении нового узла. Порядок существующих узлов в списках не меняется, так как он не зависит от количества узлов, а зависит только от ключа и идентификатора узла, которые не изменились. Новый узел вставляется на определенную позицию в каждом списке. И для каждого ключа эта позиция разная именно благодаря комбинированному хешированию. В данном примере только для K3 изменился первичный primary узел, а значит только K3 переедет на другой узел. Остальные ключи останутся на своих местах. Таким образом, паразитный трафик отсутствует. Иметь отсортированный список узлов по ключу очень удобно, если мы хотим иметь резервные копии. То есть для каждого ключа может быть основной узел, а также резервный, один или более. При потере узла данные не теряются. Резервная копия становится основной, а новая резервная копия создается автоматически. Так вот, выбор резервных узлов очевиден. Это следующие элементы в списке. Все полезные свойства при этом сохраняются и для резервных копий. Равномерное распределение и отсутствие паразитного трафика. Еще раз повторюсь, вся суть здесь только в том, что мы смешиваем хеш-код от ключа и хеш-код от узла, то есть от идентификатора узла, что и дает нам все эти полезные свойства. Отметим также, что алгоритм паразитционирования тривиален. Он не оперирует никаким состоянием. Нет необходимости в узле-координаторе. Все узлы, независимо друг от друга, придут к одинаковому выводу о том, как распределены данные и откуда запрашивать тот или иной ключ. Рассмотрим работу с partitioned режимом на примере базового функционала социальной сети. Профили юзеров со списком публикаций. И вообще, для дальнейших примеров и демок представим, что мы разрабатываем социальную сеть. Нечто вроде твиттера или инстаграма, где есть пользователи, публикации, подписки и подписчики. Думаю, сегодня эта предметная область знакома всем. Мы храним профили в одной таблице, а посты в другой. Кстати, кэш и таблица почти синонимы, выгнайте. Я буду оба термина использовать, но, кажется, таблица привычнее другим по классическим базам данных, скажем так. Итак, у нас есть две таблицы и обе в режиме partition. Наш load balancer отправил запрос на рендер странички некого юзера Иван на правильный узел. То есть load balancer понимает нашу affinity функцию и направил запрос сюда. Мы загрузили информацию профиля из локального хранилища. То есть пока что все хорошо и эффективно. Теперь нам нужно получить список постов для этого юзера. Но посты распределены в кластере в соответствии со своими собственными идентификаторами. А значит, их расположение никак не связано с расположением соответствующего профиля. То есть нам придется выполнить несколько сетевых вызовов, несколько сетевых запросов для того, чтобы составить полный список. И это не идеально. Нам бы хотелось минимизировать нагрузку на сеть. Чтобы исправить ситуацию, существует механизм так называемой коллокации данных. Мы можем явно указать, что посты должны распределяться по узлам с использованием поля user ID. Посмотрим на практике, как это работает. Закроем предыдущую демку. И для следующей демки я буду использовать тот факт, что Ignite позволяет запускать несколько узлов в одном процессе. Для Ignite вообще нет разницы. Ваши узлы на другой машине, на той же машине, в том же процессе. Главное, что они могут найти друг друга и сформировать кластер. Итак, стартанули два узла и определим нашу модель. У нас будут юзеры, посты. И у постов будет какой-то ключик. У юзера есть имя, у поста текст. Теперь мы хотим создать сами таблицы. Таблица или кэш для юзеров. И таблица или кэш для постов. Теперь мы хотим, сначала не используя колокацию, просто используя простой подход, посмотреть, что же произойдет, как распределяться данные в кластере. Для этого мы хотим посмотреть на локальные данные на каждом из узлов. И чтобы это сделать, можно взять ссылку на кэш или таблицу не только с узла Ignite 1, а также с узла Ignite 2. То есть мы смотрим на одну и ту же таблицу, просто с разных узлов, используя две разных ссылки. То есть здесь я взял посты с Ignite 1, здесь посты с Ignite 2. И используя метод getLocalSize, мы можем спросить у Ignite, сколько на данном узле лежит элементов. То есть если мы сделаем вот такой код, мы с одного узла спрашиваем LocalSize и со второго спрашиваем LocalSize. И мы увидим распределение. Здесь небольшой слип я вставил, чтобы дождаться устаканивания данных в кластере. И, собственно, добавим сами данные. У нас будет User, наш Иван с ID-шником каким-то, и с десяток постов заведем с каким-то текстом. И посмотрим, что происходит. Запускаем процесс. Напоминаю, что у нас два узла стартуют в рамках одного процесса. Здесь я логинг не полностью отключил. Сейчас мы увидим, что у нас сформировалась топология из двух узлов. Вот здесь. И мы видим распределение. На первом и на втором узле по пять постов расположено. Но мы знаем, что эти все посты принадлежат одному и тому же юзеру, одному и тому же аккаунту. То есть распределение неэффективное. Мы хотим, чтобы все эти данные были вместе. Исправить это можно, сказав Ignite, на основании чего строить распределение. То есть в PostKey мы можем добавить еще и User ID. И пометить этот User ID специальным атрибутом, который говорит о том, что именно это значение нужно использовать для расчета распределения. Тут не пугайтесь этого синтаксиса. Это просто для рекордов специальная штучка. Мы просто помечаем property атрибутом AffinityKeyMap. Итак, это значение будет использоваться для распределения постов. И оно же будет использоваться для распределения юзеров, потому что это User ID. Теперь я запускаю демку снова. и смотрим, что изменилось. Так, забыл сюда добавить User ID, собственно, в конструктор. Запускаем. И видим, что теперь все 10 публикаций, все 10 постов расположены на том же узле, что и наш аккаунт. То есть, чтобы построить страничку профиля, нам не потребуется совершать дополнительные сетевые вызовы. Напомню, что все, что нужно было сделать, это пометить какое-то поле специальным атрибутом. Конечно, коллокация, возможно, не всегда. Например, если мы отображаем список аккаунтов в поиске, нам придется загрузить их с разных узлов, так или иначе, ведь поисковому запросу могут соответствовать юзеры на любом узле. Коллокация – это всегда компромисс, и при моделировании данных необходимо продумать наиболее нагруженные сценарии и настроить распределение под них. Выводы по коллокации. Partitioned режим распределяет данные в соответствии с ключом по умолчанию. Мы хотим хранить связанные данные вместе, например, юзеры, его посты, заказы товара в нем и так далее. Для этого указываем, какое поле использовать в Affinity функции для определения парамерии узла. И коллокация – это компромисс. Необходимо оптимизировать наиболее нагруженные сценарии. Возьмем менее очевидный пример, где требуется принимать решения, основываясь на объемах пересылаемых данных. Таймлайн или лента пользователей социальной сети. В ленте отображаются посты от всех, на кого мы подписаны. Как отобразить ленту? Первое, что может прийти в голову, загрузить список всех, на кого мы подписаны для каждого из этих людей, загрузить все их посты, положить все это в одну коллекцию, отсортировать по дате или какому-то другому критерию, и потом взять там верхние действия, сколько нам нужно для изначального отображения. Но такой подход будет крайне неэффективен в любом случае, какую бы базу данных вы не использовали. Слишком много лишних действий происходит. Мы грузим лишние данные, потом сортируем их, часть выбрасываем. Никто так не делает. Как правило, актуальный таймлайн каждого юзера хранится отдельно в уже готовом виде, то есть, например, в виде списка пост-айди. И он обновляется каждый раз, когда кто-то из тех, на кого мы подписаны, создал новую публикацию. То есть, если я подписан на Алису, она создала публикацию с айдешником 1, 2, 3, 4, эта публикация сразу вставляется в мой таймлайн на нужное место в соответствии с сортировкой. Разумно хранить таймлайн для юзера на том же узле, что и профиль юзера. Пусть таймлайн это просто список антипостов, но как его эффективно обновить? Как вот эту вставку сделать? Предположим, у пользователя Алиса тысячи подписчиков. Она создавала эту новую публикацию и ее необходимо добавить в тысячу таймлайнов. Первый вариант загрузить тысячи таймлайнов с других узлов на узел 1, произвести вставку в нужное место и сохранить обратно на те узлы, где эти данные принадлежат. А второй вариант отправить наш новый пост-айди, это маленькое значение, на все узлы, где расположены профили подписчиков и произвести апдейт таймлайнов локально. В обоих случаях мы делаем сетевые запросы на одинаковое количество узлов. Этого не избежать. Однако, в первом случае мы пересылаем таймлайны, которые могут иметь немалый размер, а во втором случае только маленький айдишник нового поста. Посмотрим, как реализовать второй вариант с Ignite. Для следующей демки я уже буду использовать более, так сказать, взрослый вариант. Мы будем стартовать одно и то же приложение несколько раз, чтобы создать кластер в рамках локальной машины. Опять же, напоминаю, что можно запускать эти узлы не на одной машине, а на нескольких. Все будет то же самое. Мы получим распределенную систему. Итак, здесь я стартую Ignite, как обычно, и зададим нашу модель данных. У нас будут юзеры, посты и ключи постов. Как в прошлый раз, уже колокация настроена, то есть посты хранятся вместе с юзерами, и все хорошо. И у нас будет таймлайн. Таймлайн это список постов, которые мы видим в ленте, которые данный юзер видит в себя в ленте. Зададим теперь таблицы. У нас будут значит посты, у нас будут подписчики, то есть у каждого юзера есть список подписчиков данного юзера, список идентификаторов тех, кто на него подписан, и таймлайны. То есть для каждого юзера есть список постов, которые он видит у себя в ленте. создадим данные сами. У нас будет наша Алиса, блогер знаменитый, и у нее будут подписчики. И здесь я использую еще небольшую такую фичу, которая называется Atomic Sequence. Она позволяет сгенерировать в рамках кластера уникальные ID-шники. Можно было бы использовать GUID, но для демки, например, GUID выглядит некрасиво и сбивает на стол и гораздо приятнее выглядеть в виде числа, поэтому используем вот эту фичу. Итак, я сгенерирую ID-шник для Алисы, для блогера, и у нее будет 20 подписчиков, для демки возьмем поменьше, чем тысячи. То есть 20 раз мы генерим новый User ID и, собственно, сохраним подписчиков в соответствующую таблицу. Теперь создадим пост. Посмотрим, что это в себя включает. У нас пост это просто ID-шник того, кто его создал и какой-то текст. Как же выглядит метод NewPost? Первое, что нам нужно сделать, это сохранить сам пост в соответствующую таблицу. Это мы сделали, а теперь нужно обновить таймлайн всех тех, кто подписан на данного юзера. Сначала, собственно, возьмем список подписчиков из соответствующей таблицы. если подписчики есть, то есть 3D сработал, то для каждого из них нам необходимо произвести это самое обновление таймлайна. Можно было бы проэтерироваться и что-то с этим сделать, но, вы знаете, есть удобный API, который выполняет некоторые действия для каждого из ID-шников, которыми передали. То есть API InvoCall возьмет каждый ключ из списка и выполнит над ним какое-то действие. Причем это действие выполнится именно на том узле, где эти данные хранятся. То есть мы на другой узел пересылаем всего лишь какое-то действие action и аргумент, ключ поста, который создался. Как же выглядит таймлайн апдейтер? Это просто класс, который реализует интерфейс, называемый кэшнтри процессор. Здесь довольно разрезистые дженерики, но суть достаточно простая. Нам на вход подают кэшнтри, то есть строка в таблице и тот самый аргумент, который мне передали вот здесь. То есть это ID-шник нового поста, который нужно вставить в таймлайн. А таймлайн вот он, список постов. Выведем консоль, что мы здесь производим обновление, чтобы видеть, на каком узле это происходит. И добавим пост таймлайн. То есть если эта строка уже существует, возьмем предыдущий список, который был, если нет, создадим новый список и добавим в него наш пост. Ну, сортировку я здесь никакую не делаю, но как мы знаем, сейчас социальные сети сортируют посты в соответствии с хитрыми алгоритмами, там, релевантности, свежести и так далее. Итак, мы обновили таймлайн, записали его обратно, и нам достаточно вернуть нал, так как результат обработки нас не интересует сидеть здесь. Теперь я запущу эту программу три раза. У нас будет кластер из трех узлов, и мы увидим, как каждый узел обработает свою часть данных. Запускаем раз, два и три. Сейчас мы остановимся вот на этом месте на строке ready. Три узла у нас готовы, они вступили в топологию, у нас кластер готов. И с любого из узлов я могу инициировать весь этот процесс создания поста. Допустим, сделать это с последнего, и мы видим, что здесь у нас обновилось семь таймлайнов, здесь восемь, и здесь пять. В сумме получается двадцать. Напомню, что произошло. Мы при помощи API invoke call мы отправили некое действие, которое нужно совершить над вот этим ключом, над ID-шником нового поста. И уже каждый узел свою часть данных обработал, вставил таймлайны всех тех, кто на этом узле хранится. То есть мы снизили сетевую нагрузку за счет того, что вместо отправки большого количества данных на один узел для обработки, мы отправили маленький экшен и маленький аргумент на все узлы, и там произвели локальный апдейт. Такой подход иногда называют отправить код к данным. И он позволяет снизить объем передаваемых данных. Можно заметить, что SQL-база данных делает то же самое. Код запроса отправляется на сервер туда, где хранятся данные. Например, вместо загрузки целовой таблицы для подсчета среднего значения мы просто отправляем код select average. Однако далеко не все можно выразить через SQL. Посмотрим на еще один пример, как раз демонстрирующий такую ситуацию. Предположим, что мы хотим автоматически определять контент, нарушающий правила нашей социальной сети. Воображаемые коллеги из команды ML предоставили нам алгоритм, определяющий нарушения. Как и можно было ожидать, написан он не на SQL. Алгоритм постоянно улучшается и дорабатывается в соответствии с правилами. И мы хотим периодически проверять весь контент. Скажем, раз в неделю мы запускаем полное сканирование всех постов. С классическим подходом нам придется по сути выкачать всю базу данных на сторону приложения, вызвать там наш алгоритм, произвести какую-то обработку, отредактировать данные, например, пометить их или как-то что-то удалить оттуда и сохранить их обратно в базу данных. Ну, конечно, мы не всю базу сразу выкачиваем, может, какими-то батчами, тем не менее, через сеть проходит все данные, что у нас есть, нагружая ее лишний раз. Но вместо отправки большого количества данных к коду можно выполнить код прямо там, где эти данные хранятся. Как это сделать? Можно просто запустить на каждом узле один и тот же метод, который возьмет локальные данные все, ну и проверит их, как это обработает. Но что, если во время сканирования в кластер будет добавлен новый узел? Часть данных переедет у нас прямо под ногами. Система начнет процесс ребалансировки, чтобы снова достичь правильного распределения, которое мы обсуждали ранее про affinity функцию. Представьте, что коллекцию, по которой вы бежите for each, кто-то начинает менять из другого потока. Здесь происходит то же самое, только в рамках кластера. А в случае выхода узла, даже если у нас настроены резервные копии, и мы не потеряем данные, но мы не просканируем их все. Чтобы понять, как с этим бороться, обсудим сначала еще одну концепцию partition. Чуть раньше мы увидели, как данные распределяются между узлами при помощи rendezvous affinity. Однако, для упрощения, я опустил одну деталь. При расчете распределения Ignite не привязывает ключи напрямую к узлам, а использует промежуточный элемент partition. Можно сказать, что partition это аналог бакета в хэш-таблице, такой как бы контейнер для ключей. Количество партиций задается в конфигурации кэша и не меняется во время работы приложения. По умолчанию оно равно 1024. Принадлежность ключа к партиции вычисляется простым делением по модулю. А вот принадлежность партиции к узлу уже рассчитывается через алгоритм rendezvous. Как мы видели ранее, здесь мы говорили, что K0, K1, K2, K3 это ключи, но на самом деле это партиции. Больше ничего не меняется. Точно так же мы вычисляем порядок узлов для каждой из партиций, комбинируя хэш-коды и выбираем основной и резервный узлы для партиций. Наличие такого промежуточного контейнера дает ряд полезных свойств. Упрощаются расчеты для каждого ключа. Простое деление по модулю работает очень быстро. Это важно, потому что вычисление расположения ключей необходимо буквально на всех операциях чтения и записи. При изменении топологии, то есть в ходе добавления и удаления узлов, нужно пересчитать распределение всего лишь тысячи партиций, а не миллионов ключей. И распределение партиций вычисляется один раз и кэшируется до момента следующего изменения топологии. К слову, например, тонкие клиенты в Ignite не реализуют алгоритм рандеву целиком. Они берут с сервера распределение партиций, а затем просто используют это простое деление по модулю, что снижает сложность реализации тонких клиентов, которых у нас много. И далее партиция всегда переезжает целиком. Это пакетная операция эффективная, а не перенос ключей по одному. Также Ignite позволяет залочить партицию на время проведения вычислений, гарантируя, что все ключи будут доступны и никуда не уедут. Именно это последнее свойство позволяет нам гарантированно обработать весь набор данных, не беспокоясь о сменах топологии. Итерируя по известному числу партиций, мы запускаем некий обработчик, так называемый compute task, для каждой из них, таким образом охватывая весь набор данных и обрабатывая их локально. Вернемся к нашему сценарию с периодическим сканированием всех постов социальной сети на предмет выявления нарушений и посмотрим демку. Уберем старую и для новой демки я точно так же буду использовать подход с запуском нескольких узлов локальных, чтобы получить кластер. здесь у нас очень простая модель, это всего лишь пост, который состоит из текста и флажка, что он заблокирован, забанен, и создадим саму таблицу, набьем ее какими-то данными. теперь нам необходимо полностью данные просканировать в кластере. Также дождемся нажатия на клавишу, чтобы один, единственный узел инициировал весь процесс. И как же просканировать все данные? Мы говорили, что количество партиций фиксировано. Если мы конфигурацию не меняем, то мы можем взять это количество прямо из дефолта конфигурации, то есть вот default partitions у нас есть. И для каждой из партиций мы вызываем какое-то действие, хотим их просканировать. Для этого есть API compute affinity run. Он дает нам две важных особенности. Первое, что партиция будет заблокирована на месте на своем. Даже если происходит сейчас изменение топологии, партиция останется на своем месте, пока мы с ней что-то делаем, пока выполняется сканер наш. И второе, это действие будет выполнено именно на том узле, где хранятся данные для этой партиции. И сканер это снова класс, который реализует простой интерфейс. ComputeAction с одним методом invoke, где мы вольно делаем, что нам вздумается. И передадим в этот класс сам номер партиции, который мы хотим обработать. Теперь в методе invoke нам нужно просканировать данные на этой партиции. Для этого используем API, который так и называется ScanQuery. Возьмем ссылку на кэш и зададим ScanQuery. ScanQuery позволяет сканировать все данные в кэше по разным условиям. помимо партичной здесь можно задать произвольный предикат какой-то или просканировать только все локальные данные. Но в данном случае нам интересно именно фильтр партиции. Получим курсор. Курсор представляет из себя Ienumerable. То есть мы по нему можем проектироваться. И пойдем по всем постам. Будем с ними что-то делать. Для каждого поста просканируем его текст. Заменим сложный алгоритм email. Представим, что у нас сегодня запрещена цифра 7. Если мы обнаружили цифру 7 в тексте, то мы хотим данный пост заблокировать. То есть перезаписать эту строку с тем же ключом, но значение с флагом band выставлено в true. И на этом все. Теперь выведем на экран, что мы обработали какую-то запись. теперь если я запущу это приложение несколько раз, создав кластер, мы увидим, что каждый узел обработает свою часть. Опускаем. Раз, два и три. Так, у меня три узла, все они отпечатали ready, значит, мы можем инициировать процесс обработки. Значит, первый узел три элемента обработал, второй шесть, и третий один. В сумме мы обработали все десять элементов. Здесь распределение получилось немного неравномерное, но оно вызвано тем, что мы используем эти партиции. То есть, когда количество ключей стремится к бесконечности, распределение будет стремиться к равномерному, а когда их совсем мало, то, возможно, такие неравномерности небольшие. Но повторимся, значит, мы обработали данные эффективно, раз, потому что мы обработали их там, где они находятся, за счет афинитиран. И мы не боимся здесь изменения топологии входа-выхода узлов, потому что, опять же, афинитиран гарантирует нам, что пока наш экшен что-то делает, эта партиция останется там, где она находится, и мы покроем все данные, которые у нас есть. Как видно, этот сценарий похож на предыдущий, но мы обработываем не конкретный набор записей, как там, с таймлайнами, а весь дейтасет сразу. Выводы при распределенном вычислении. Отправка кода к данным более эффективна, и когда нужно обработать значительное количество данных, ведь мы отправляем маленькие объектики. Однако, если данных немного, например, апдейт одной маленькой записи, может быть проще и эффективнее отправить данные к коду, скачать эту маленькую запись, обработать и сохранить обратно. Всегда следует прикидывать размер того, что мы пересылаем по сети. Держим в уме возможные системах в любой момент возможны отказы узлов или добавления новых в связи с динамическим масштабированием, когда мы реагируем на изменение нагрузки. Поэтому используем соответствующие API с гарантиями affinity run и affinity call. Поговорим о том, как именно работает отправка кода к данным. Что происходит, когда мы пишем compute run и передаем туда какой-то MyAction. MyAction здесь это класс, реализующий интерфейс, как мы видели до этого, и в сериализованном виде это по сути имя типа и имена полей со всех значениями. Сериализованный объект отправляем на другой узел, где пытаемся его десериализовать. Но если типа с таким именем нет на этом узле, то мы можем запросить исходный узел. Дай-ка мне сборку assembly с типом MyAction. Этот узел прочтет сборку с диска RiddleBytes, вернет эти байтики обратно на сервер, сервер загрузит их через assembly load, теперь тип этот доступен, мы можем создать его, привести к известному интерфейсу, вызвать метод интерфейса и вернуть результат назад. Здесь все, что помечено красноватым цветом, это так называемый механизм peer-assembly loading. Если все типы уже загружены на сервере, то в этом механизме нет необходимости и он не запускается. Ну и разумеется, для каждого типа он вызывается только один раз и затем все кэшируется. То есть в демках мы видели, что у нас все узлы одинаковые, на них запускается один и тот же код. Но в реальных дипломентах бывает по-разному. То есть например на сервере может не быть каких-то библиотек, которые есть на клиенте. Или например клиенты дорабатываются, а сервера продолжают работать. То есть если я изменил какой-то код, я хочу снова, чтобы он заработал в кластере. E-assembly loading и выгнать есть разные API-шки для разных сценариев. То есть мы видели affinity run, который привязан к данным и выполняет действия где-то конкретно, где данные хранятся. А есть API-шки например просто run или broadcast, которые выполняют код на одном или нескольких узлах. Вот так вот упрощенно работает отправка кода к данным. А теперь подведем итог всех сегодняшних рассуждений. что нужно держать в уме при разработке распределенных систем. Первое. Сетевые вызовы далеко не бесплатны. Традиционный подход с разделением кода и данных ведет к значительным накладным расходам. Применение совмещенного подхода позволяет в значительной степени избавиться от этого оверхеда. Apache упрощает применение такого совмещенного подхода, решая за нас инфраструктурные проблемы и беря на себя распределение данных, гарантии по их сохранности и отказу устойчивости, а также предоставляя удобные API. Важно правильно выбирать стратегию распределения. Репликейтед, если данных немного и они чаще читаются, чем пишутся. Партишент, если данных слишком много для одного узла, либо они чаще пишутся, чем читаются. Не забываем настраивать резервные копии в партишент режиме, если нам важно сохранность данных при отказе узлов. Стараемся держать связанные данные рядом, так называемая колокация, помним, юзеры и посты, товары и какие-то категории и так далее. И по возможности работаем с данными там, где они хранятся. Отправляем код к данным, а не наоборот. Коллеги, спасибо за внимание. С вами был Павел, компания GridGain. Как и обещал, здесь ссылки на ресурсы, подробно про распределение данных на русском языке, здесь про рандеву хэширования, код всех демок и бенчмарков, которые мы видели на GitHub, ну и сайт Apache Ignite. У нас есть время на вопросы, я готов ответить. Спасибо, Павел. Неправильно говорить, что с вами был. Ты с нами еще остаешься. У нас есть вопросы в чатике. Так, сейчас, давайте. Вопрос от Алексея. Методы записи в кэш потокобезопасны? Да, они не только потокобезопасны, они атомарны в пределах всего кластера. То есть, это как бы потокобезопасность на уровне нескольких процессов на разных машинах, можно даже так сказать. Ну, то есть, даже если у тебя будет два дотнетовских потока, которые шарят общий вот этот вот инстанс, который ты получил методом getignite или getignition, то они могут совершенно конкурентно, спокойно писать в кэше и никаких проблем не будет. Да, практически все API в Ignite потокобезопасны. Отлично. Вопрос от Александра. Он довольно сложный, я тебе его весь зачитаю. Что произойдет при масштабировании приложения в меньшее количество подов, чем было? Что будет при рестарте подов? Саммари. Похоже на то, что данные действия потушат как живые экземпляры, так и сеть. Что скажешь? Так, не очень понял, почему они потушат живые экземпляры. Ну, давай, покусуль. Что произойдет? Хорошо, я вижу вопрос. Значит, что произойдет? При отказе узлов или не отказе, отключение, неважно, отключение моих руками или он просто отвалился, начинается процесс реплансировки. Да, он нагружает сеть, безусловно, потому что какие-то данные переезжают. Если у нас не было резервных копий и мы используем партишнт режим, то мы потеряем данные. Именно поэтому резервные копии необходимы, если сохранность важна. Итак, значит, начинается ребалансировка, переезд данных между условиями в соответствии с Афинити. Как я объяснял, алгоритм старается минимизировать эти переезды, поэтому нагрузка на сеть, ну, как можно, насколько возможно, она низка, но она, конечно же, есть. Ну, то, что потушат живые экземпляры и сеть, нет, это не так. Конечно, на практике это постоянно происходит. Как вследствие отказов, так и вследствие того, что мы масштабируем наш кластер в зависимости от нагрузки. То есть, если все правильно настроено, бэкапы настроены, все будет хорошо. Данные не потеряются и распределение восстановится равномерным. Вот такой ответ. Понятно. Александр, если есть еще уточняющие вопросы, заходите в Zoom сразу после нашего эфира и там сможете пообщаться напрямую голосом. Вопрос от еще одного Александра. Как правильно настроить синхронизацию с реализационной базой данных, если мне надо ускорить приложение, используя кэширование с помощью Ignite? Для этого есть специальный механизм. Ignite на самом деле начинал с того, что был то, что называется DataGrid. Сейчас мы уже не называем себя DataGrid. Сейчас мы уже полноценная база данных, потому что у нас есть собственное дисковое хранилище. Но начинали именно с такого. Было только in-memory хранилище и под ним, как правило, обычная база данных. И есть механизм, называется CacheStore. Вы можете настроить callback на чтение и запись и если, например, значение уже есть в кэше Ignite, оно вернется напрямую. Если его нет, то мы провалимся в базу данных, возьмем его оттуда, положим в кэш и вернем в User. То есть, да, за счет Ignite можно ускорить традиционную базу данных, то есть, встроив его в существующее приложение и просто улучшил перформанс. Так, следующий вопрос. К вопросу о виртуальной потоку безопасности между узлами. Какие уровни изоляции транзакций поддерживает Ignite? Так, здесь бы не набрать, но есть снапшоты, есть, по-моему, read committed и еще какой-то written committed. Ну, наизусть не помню я. 3-4 уровня есть. Они похожи на те, что обычно есть в базе данных. Ну, и я правильно понимаю, что вот ты в демках все показывал через key value и key value, но на самом деле есть еще SQL синтаксис, SQL подобный или какой-то сабсет SQL, который поддерживает Ignite для выборок? Да, у нас полноценный SQL какого-то стандарта, если еще что-то не вспомню я, но это полноценный SQL, то есть он стандартный, это не сабсет, это не как там в... извиняюсь, не вспомнить меня. Ну, в некоторых базах данных есть какой-то полу-SQL. У нас настоящий SQL, у нас есть link-view провайдер для него, то есть вы можете писать на link-view, оно транслируется, и вам не нужно будет там взбираться с синтаксисом. Да, все это есть, просто в демке в рамках этого доклада не показывал. Угу. Хорошо. И SQL, например, тоже распределяется, то есть вы выполняете запрос, SQL это как compute, только он делается за вас. То есть вы написали запрос, например, выбрать данные по какому-то критерию, ну, select where, соответственно, мы его разбили, отправили на все узлы. Каждый узел свою часть просканировал, вернул результаты, мы их вернули на исходный узел, агрегировали, вернули вам. То есть это за счет распределенности, опять же, работает быстрее и масштабируется. А если будет join по табличкам, соответственно, которые лежат по разным узлам, то там, конечно, будет уже не так быстро. Да, там есть варианты. То есть, например, если мы сколоцировали данные, как я объяснял, например, мы джойним наших юзеров и посты, их локация настроена, это будет быстро работать. Если она не настроена, то есть флажок, что все равно найди мне все. Но тогда, конечно, будут лишние сетевые запросы, это будет не так быстро. То есть все зависит от распределения, которое мы настроили. Вопрос от Антона. Можно ли выделить отдельную ноду для хранения всех данных для бэкапа совместно с разделением на partitions? Отдельную ноду? Мы хотим на отдельной ноде хранить целиком весь бэкап? Да. А остальные н нод пусть лежат вот там правильно по всем алгоритмам разложенные, как будто бы нету этой бэкапной ноды. Скорее всего, ответ нет. Но вообще настройка распределения довольно гибкая. То есть мы можем свою собственную аффинтифункцию написать. То, что я описал, это то, что по умолчанию. Но, в принципе, там есть точка расширения, куда мы можем что угодно подсунуть и распределение какое угодно сделать. Второе. Есть так называемые кэш-фильтры. То есть мы можем регулировать, куда попадут данные и данные конкретно таблицы. Но вот именно так, как сказали, не знаю. Я не уверен, что это хороший вариант, потому что а что если это одна нода с бэкапом уйдет? Ну, то есть отвалится при отказе. Ну, не очень хорошо. Спасибо. Так, длинный вопрос от Николая. Представим себе приложение. Читает топик из кавки и обновляет in-process кэш в Ignite. Есть ли возможность настроить консюмер-группу таким образом, чтобы сообщения с соответствующими ключами обрабатывали те ноды приложения, на которых лежат данные, которые нужно обновить? Или это магия и такого нет? Так, сейчас я еще раз читаю вопрос. Давай. Читаем топик, то есть нам прилетают сообщения из кавков в стрим, правильно? И мы хотим консюмер-группу настроить, чтобы сообщения с ключами... Мне кажется, это уже на стороне кавки надо настраивать. Я точно не уверен. То есть если мы консюмера настроим так, что консюмер на данном узле получает только те сообщения, которые принадлежат этому узлу, тогда у нас все будет замечательно. Мне кажется, что это... Смотри, а мы можем у Ignite узнать, какие ключи конкретно сейчас лежат на этом узле? Да, конечно. Можем. То есть если мы кавки скажем, куда какие сообщения направлять, то, наверное, такой сценарий возможен. А при ребалансировке нам придется, соответственно, перенастроить кавку. Потому что ключи переедут. Консюмеры перенастроить. Но, опять же, все API для этого есть. Мы можем узнать, когда произошла ребалансировка. Мы можем узнать, какое сейчас распределение. То есть мы можем спросить, например, где этот ключ? Или какие ключи на этом узле? Ну, там все это есть. Называется Affinity API. называется. Хорошо. Смотри, такой вопрос. У тебя в докладе там, особенно в начале где-то упоминались какие-то слова про Java. Плюс, насколько я понимаю, .NET это не единственная штука, которая может пользоваться Ignite. Ты можешь писать клиент. Ну, клиенты к нему есть под огромное количество языков, как минимум. И вопрос, можно ли смешать их как-то? То есть там, часть нот работает на .NET, часть на Java, или это не работает? Как вообще все это устроено? Да, значит, то, что мы видели сейчас в демках, это так называемый толстый режим, то есть in-process режим, когда узел серверный стартует в нашем процессе. Он построен как? Да, внизу все построено это Java-прослойка. С ней работает либо, собственно, на Java вы можете писать в свое приложение, либо .NET, который взаимодействует с этой Java-прослойкой, либо C++. Вот эти три варианта работают в этом толстом режиме. И они все три могут жить друг с другом, так как нижняя часть одинаковая. Да, вы можете в одном кластере иметь узлы на плюсах, узлы на .NET и узлы на Java. Единственное, что нужно помнить, что, используя compute, то есть если я отправляю вот какое-то вычисление, какой-то экшен на .NET на другой узел, а там узел C++, то он, конечно, его вычтить не сможет. Но у нас это все продумано, то есть просто на эти узлы не уйдут вычисления. Если у нас есть там 5 нот на .NET и 5 на C++, то вычислением на .NET будет заниматься только те 5, которые это умеют делать. Но все равно это все вместе работает. Если вы используете SQL или просто кэш API, то никаких проблем вообще нет. Далее, я говорил, что есть тонкие клиенты. Тонкие клиенты не являются частью кластера, они просто подключаются к нескольким узлам и отправляют туда запросы. Они там уже на множестве языков есть, там и Python, и PHP, и JavaScript, чего там только нет. Они тоже могут существовать все вместе. То есть, какие бы узлы ни были запущены, .NET, US или Java, к любому из них может подключиться тонкий клиент и работать полноценно. Здесь нет разницы. Спасибо. Так, вопрос от Антона. Есть ли настройка, чтобы данные также сбрасывались на диск и загружались с диска? Если да, в каком виде будут храниться данные? Да, я упоминал несколько раз, что возможно хранение на диске. То есть, там вот есть так называемая сущность Data Region. По умолчанию есть всего один Data Region и он in memory. Ну, простым флажком конфигурации мы можем сказать хранение на диске. Там полноценный вуал, то есть write ahead log, да, как в базах данных. Формат свой собственный там. Ну, то есть, даже так, у нас page memory есть. Ну, вот как в базах данных во всех, наверное, есть страничная память. То есть, данные хранятся страничками, они как в оперативной памяти странички какие-то, так они на диск целой страницы сбрасываются. Ну, то есть, формат свой собственный. Ответ такой. Ответ еще раз. Да, можно настроить, чтобы сбрасывались на диск, это работает прозрачно. При рестарте нот все, что сохранено на диске будет поднято. И формат, ну, кастомный. Это все. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Смотри, вот ты, опять же, даже в демках показывал, что у нас там узел, ну, понятно, в демках они все на одном физическом хосте находятся, хоть и даже вообще в одном процессе в некоторых случаях. А есть ли при реальном продакшене разница для Ignite, для внутренних алгоритмов? Узлы вот эти вот находятся на одном физическом хосте или на разных? Или для него все равно, что локальный узел, что не локальный? Потому что сеть-то, по идее, до локального узла побыстрее, можно там что-нибудь пооптимизировать. Да, на Linux хостах мы используем SHMEM, Shared Memory механизм, чтобы, то есть, ну, не через сокеты работает этот обмен данными, а через SHMEM. Это вот такая оптимизация есть. Второе, есть так называемый backup фильтр. То есть, например, ну, у нас есть, например, несколько больших машин в дейта-центре, да, и мы, чтобы полностью их утилизировать, можем запустить несколько узлов. По два узла Ignite на каждой физической машине или в стойке, например, машины могут располагаться. В общем, суть в том, что мы, что стойка, например, может отказать целиком или физическая машина может отказать целиком. И мы хотим настроить резервные копии так, чтобы они не попадали на одно и то же железо. Вот такая фича есть, например. То есть, можем сказать, что пометить атрибутами узлы и сказать, что эти два лежат на одном и том же железе. Не клади backup в одну корзину, тогда он будет их на другой же. железку класть. Вот такая есть фича. Понял. Хорошо. Спасибо. Так. В чатике пока пусто, но вы пишите. Если есть еще вопросы, мы еще успеем обсудить. Давай немножко поговорим вот в такую сторону. Честно говоря, про вот такие системы я не сильно много знал до этого, до доклада. Слышал про них, про Apache Ignite. Я название точно слышал. Вопрос есть. Почему вообще есть ощущение, что они не так сильно применяются? Ну, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что не из каждого там утюга звучит про то, что мы такое используем. И вообще Ignite, как таковой, я не сильно слышал, чтобы как-то много и широко применялся. Хотя, возможно, просто какие-то специфические области применимости. Можешь рассказать, часто это применяется, редко, может, какие-то хорошие примеры есть, там, не знаю, публичных сервисов, которые это точно используют? Ну, насчет примеров, не уверен, что я из-за идеи могу рассказать, но, конечно, эта система, ну, не совсем мейнстрим, да, потому что она свои плюсы, вот эти все, демонстрирует именно на больших нагрузках, когда у нас действительно есть кластера, куча данных и так далее. Для маленьких проектов ну, даже не для маленьких проектов, а для большинства, наверное, проектов подойдет там один инстанс пазгресса там и все, все будет хорошо. Поэтому, ну, естественно, техническая сложность повыше здесь, чем с классической базой данных, да, нужно помнить про эти распределения, все это настраивать, поэтому мы не слышим так часто о том, что вот такие системы строятся. Ну, никто не будет, наверное, стартап брать и начинать сразу строить такую вундервафлю, это просто неразумно. А так, конечно, например, в банках это просто очень часто. То есть там европейские, российские, американские, очень много банков нас используют, есть всякие транспортные компании, которые используют Ignite там для каких-то обсчетов своих, своей логистики. вот, ну, то есть суть только да, только в том, что на маленьких объемах данных вы можете даже увидеть, что классическая база данных работает быстрее, то есть часто люди приходят на юзерлист и говорят, я вот сравниваю с Pastgres и там у меня запрос быстрее работает, хотя у него там данных, не знаю, пара гигабайт, но если у тебя данные влезают в память ноутбука, зачем тебе распределенная система? Отсюда ситуация возникает. но да, система используется, безусловно, на Java очень много людей, на .NET тоже в последнее время прибывают клиенты, так что просто так трудимся, я надеюсь. Хорошо, смотри, к вопросу трудимся, вопрос дальше в чатике. Я вижу, что Павел является оунером проекта пакета Apache Ignite Entity Framework, который позволяет добавить Ignite как Entity Framework Second Level Cache. Он больше рассчитан на кэширование для чтения или для записи вообще, какие рекомендации по его использованию. Да, такой пакет есть. К сожалению, этот пакет для старого Entity Framework, то есть он был разработан еще, когда .NET Core там только начинал шевелиться. Мы планируем скоро обновить эти интеграции. У нас есть интеграция с ISP.NET, output caching и с Entity Framework под новый все сделать. Но вернемся к вопросу. Да, он рассчитан на кэширование чтения. Запись он никак не меняется. То есть при записи мы анализируем запрос, который через Entity Framework проходит и просто сбрасываем кэш для всех строк, на которые повлиял данный запрос. То есть запись никак не ускоряется, она просто скидывает кэш. И при чтении мы кладем значение в Ignite, если чтение повторное, мы их оттуда достаем. Хорошо, спасибо. Вопрос, который мы на самом деле немножко затронули в самом-самом-самом начале, а именно почему собственно это стало Apache Ignite? То есть компания, я так понимаю, что это все начиналось как вполне себе коммерческая разработка. Почему оно вдруг стало Apache и как вообще вы к этому пришли? Да, начиналось все с коммерческого продукта. Ну, пришли к Apache потому, что хотели получить все плюшки от того, что проект публичный. То есть выход в Open Source дал нам очень и visibility большое, и пришли люди из других компаний и стали работать. Конечно, есть и минусы у этого подхода, потому что, например, проект принадлежит Apache Software Foundation, и мы уже не можем прийти и сказать это будет, этого не будет, здесь ревью нельзя и так далее. Здесь уже комьюнити, и приходится со всеми членами этого комьюнити считаться. Сейчас есть, ну, скажем так, три крупных компании, например, сотрудники которые участвуют в разработке Apache Ignite. Все они предлагают свои идеи, там, эти идеи часто конфликтуют, то есть это вот, ну, интересно, но и непросто бывает. Ну, но это очень много плюсов дает. Люди, скажем так, люди доверяют продукту, который вот в таком публичном доступе, то есть продукт принадлежит компании Apache Software Foundation, и мы, сотрудники GridGain, не можем просто взять его и закрыть или поменять лицензию в нем, поэтому люди, используя этот продукт в своих проектах, точно уверены, что он никуда не денется, что лицензия не изменится, код всегда будет открытым, всегда можно будет самим туда внести изменения, это дает уверенность. Ну, если вы посмотрите все крупные проекты сейчас в Apache, да, особенно в джаловские, там, то, что я говорил, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, люди привыкли к этому, и прориетарный продукт уже, ну, не очень хотят брать. Окей, спасибо. Смотри, у нас осталось буквально полминутки, быстрый вопрос, буквально на три слова ответа. Apache Ignite хорошо, а есть ли какие-то альтернативы в этом классе? Ну, на Java есть, да, вот та же Cassandra что-то похожее дает, но вот на Дутнете я не уверен. На Дутнете есть RavenDB, да, но там больше про базу данных, чем вот про такую систему, где есть еще компьютер и всякие такие вещи. То есть, я бы сказал, что полной альтернативы нет. Основным конкурентом раньше для нас был Hazelcast, продукт такой есть, он тоже был in-memory grid, потом мы добавили SQL, они тоже сейчас добавляют SQL, но там все немножко по-другому построено. То есть, прямого конкурента нет. Есть разные продукты, которые пересекаются с нами. То есть, ну, можно сказать, что тот же Redis в чем-то пересекается, это тоже кэш. А Сандра в чем-то пересекается, это база данных и так далее. Ну, вот так. Спасибо. Отлично. На этом я думаю, что мы будем тогда завершать, так сказать, эфирную часть доклада, и мы ждем вас в Zoom-дискуссионной комнате сразу после окончания доклада и закрытия сегодняшнего дня конференции. Да, Павел не пропадает, Павел приглашается в дискуссионную зону, а Игорь через несколько минут присоединится к нему. Спасибо, Павел. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok